Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Бонжур, хеллоу, шалом! Так, у меня типа... Ханука Самея, да, конечно, вот. Ханука Самея, свет Торы освещает наши жизни, освещает наши головы и все остальное. Так, хорошо, Максим Перенчук с нами, Якоб Шатайдин смотрит нас, все отлично. Дмитрий Базанов, Шалом Исферсонов, Собой Вертов. И мы продолжаем, Лиля Берман, продолжаем изучать великую мудрость царя Соломона, которую он когда-то нам передал через книгу Мишли, притчи Шлома Амеллах, Влад Козовна смотрит. И мы продолжаем изучать великую мудрость во время Хануки. Итак, значит, в четвертой главе, сразу я начинаю. В четвертом главе он нам сказал так. Он передает, что дает Тора. И в десятом отрывке он нам сказал, чтобы мы слушали и взяли его слова. И они умножат годы жизни. Это очень... То есть, не просто услышать слова Тора, а именно взять их и вставить в себя. Это очень важно. Дальше, одиннадцатое. Вот это вот по су... Вообще, отрывок очень непонятный. Очень непонятный отрывок. Очень. Значит, он говорит так. По пути хахмы, по пути божественной мудрости, Ура, тихо, я буду тебя вести, я буду тебе его показывать. То есть, Тора, она нам показывает. Ты изучаешь, читаешь. Читаешь сейчас недельные главы. Читаешь законы. И он говорит, по пути божественной мудрости, я буду тебя, буду тебе их показывать. В идрах тихо бы могло ежет. И я буду тебя вести по кругам к прямоте. Вообще непонятно. Как можно по кругам идти к прямоте? И вот здесь очень интересно, очень интересно посмотреть. Вот есть, в любом деле, есть крайности, есть границы. Этот мир, он состоит из границ. Вот, например, мы возьмем яркий пример взаимоотношения между людьми. Взаимоотношения между людьми. У каждого человека есть некая граница, которую он сам лично установил, что он ждет от других людей, и как он должен вести себя по отношению с другими людьми. Вот Светлана Соколаускас, она всем нас шлет сердечки и желает всем любви и мира. Вот она установила такую границу, да? Вот она, Светлана, считает, что это нормально, послать восемь сердечек, например, да? А кто-то, например, там, например, кто был? Шибко Татьяна. Она всем пожелала ханука, ахак самет. То есть у каждого человека есть свои границы. И эти границы, когда нарушаются, когда они нарушаются, человек, он думает, так, как же я должен отреагировать, если нарушаются мои границы? То, что мне кажется правильным, а мне же это кажется правильным, а это нарушается. И дальше в этот момент, в этот момент у каждого из нас разная реакция, когда нарушаются границы. В общем, Тора нам установила, как надо себя вести. Но как она установила? Ты смотришь, например, читаешь, смотришь, читаешь историю Яков и Эйсаб. Яков купил у него первородство. Потом он переоделся, мама ему сказала, иди возьми благословение. Там целое... Вот так, когда ты сверху смотришь, непонятно. И иногда то, что нам сейчас сказал царь Салмон, что иногда прямо те идут окружным путем. Это в голову не влазит. Как это может быть? Например, объяснял Веленский Гаон. Вот есть какой-то человек, какой-то человек, он, например, он очень хмурый. Очень хмурый. Прям слишком хмурый. Прямо реально он все время хмурится. Есть такие люди, они прям вот так вот у них все время, у них жизнь вообще трагедия. Трагедия у них жизнь. Теперь, значит, он начал изучать Тору и понял, что надо радоваться. Теперь, вот смотрите, он был вот такой, он был перегнутый в сторону хмурости. Вот такой он был, хмурый. Потом он понял, что надо радоваться, но не всегда надо радоваться. Есть, когда надо радоваться, есть, когда надо быть серьезным. То есть, это не всегда надо радоваться. И он решил, что все, я буду золотая середина. Когда надо, буду радоваться, когда не надо, не буду радоваться. Но он-то всю жизнь был хмурый, и как только он решает занять золотую середину, он все время падает в старое поведение. Сказал Веленский Гаон, если ты хочешь исправить какое-то качество, ты должен его перегнуть в другую сторону и какое-то время выдержать в другую сторону. Тогда у тебя появится возможность потом выбрать золотую середину. Понятно, да? То есть удивительно, мы живем в таком запутанном сложном мире, что иногда можно идти к прямоте окружным путем. То есть через перегибание качества на другую сторону можно идти к прямоте. Представляете? Это очень интересно. Теперь, но как в этом во всем разобраться? И вот здесь очень сложно в этом разобраться, потому что человек видит в чужом глазу соринку, а в своем что? Бревно не замечает. То есть это удивительно, насколько же люди не видят в себе какого-то своего ошибочного поведения, да? Я сейчас молился в синагонии с утра и наблюдал картину, как два человека, вот абсолютно одинаковые, похожие, они между собой конфликтуют. И я у третьего спросил, а что они конфликтуют? Он говорит, никто не знает, причины нет. Но они как-то вошли в это состояние конфликта, и они конфликтуют как раз это то, и он мне говорит, это то, из-за чего мы находимся в голове, в изгнании. Беспричинная ненависть друг к другу. То есть люди выдумывают себе какие-то обвинения на других людей, на себя иногда, да? И живут вот в этом своем негативном мировосприятии, которое им же и мешает. Значит, Тора нас ведет по пути мудрости, она нам показывает, как идти, и она пошагово ведет нас по окружности к прямоте. Вот здесь смотрите, но здесь нужно понимать по окружности к прямоте. Здесь надо понимать, что насколько вот этот вот Адрахтиха, то есть она тебя ведет прям по путям, да? Насколько сейчас мало людей, которые точно знают, как правильно поступать. Есть сборник закона, называется Шулханрух. Шулханрух – накрытый стол, где разбираются все нюансы ежедневного поведения, вот как надо себя вести. По каждому закону есть дополнение, разъяснение и так далее. Есть известная история, известная история, когда был, по-моему, Раф Ойрбах его звали, или Рафхайм Вознер, ну, один из великих мудрецов предыдущих десятилетий. Он умер где-то лет 30 назад, на похоронах у него было там полмиллиона человек. Как вот у Рафа Вадди Юсефа было полмиллиона человек, я лично был на похоронах, просто вот полмиллиона человек пришло попрощаться, представьте. И вот, значит, когда, по-моему, это был Рафхайм Вознер его звали. И про него рассказывает такую историю, что до этого умерла его жена. И есть такое обычай, когда муж, он просит прощения у жены, когда она умерла, он просит прощения, что если я тебя как-то обижал, там, и так далее. И, значит, он, когда дошло время до выполнения этого обычая, то Рафхайм Вознер, он говорит, вы знаете, говорит, мне не за что у него просить прощения, а я не могу врать, я не обманываю никогда. Я ее никогда не обижал, ничего я не делал плохого. Ему говорят, ну как, есть же обычай такой. Он говорит, вы знаете, мы с женой все время жили по шухонорку. У нас не было, я считаю, она считает, обида, не обида. Мы старались всегда делать только то, что Бог от нас хочет. А он был великий раввин, Рафпосек, это тот, к которому все ходили, все поколение, во всех сложных случаях, чтобы он разъяснил, как надо правильно поступать. Вот он как раз и мог провести по любой дорожечке, зная, что Тора по этому поводу говорит. Раву Ирбах, да. И раз он был Рафпосек, он всегда знал, как Аллаха, как закон. И он всегда поступал только исключительно по закону Торы. Поэтому он ее никак не мог обидеть, потому что его жена точно так же принимала законы Торы. И они вместе всегда решали, как правильно, что Бог от них хочет. Не что я хочу или ты хочешь, а что Бог от меня хочет в этой ситуации. Ну, значит, потом он постоял, подумал и говорит, но я все-таки уже обязательно должен у него попросить прощения сейчас. Ему говорят, как, не сходится. Он говорит, ну ведь по Торе-то я должен это сделать. То есть есть закон, как надо сделать, как правильно поступать. И даже если я ее никак не обижал, то я все равно по закону должен попросить прощения. Он попросил у меня прощения, ее похоронили, потом его похоронили. Пришло полмиллиона человек с ним попрощаться. Значит, дальше. Двенадцатый отрывок. Белэх тэха яцер цэ адэха вэим таруц ло тикаше. Значит, когда ты пойдешь, не будет стеснен твой шаг. А если ты побежишь, то ты не споткнешься. Значит, у человека в жизни есть каждый день множество решений. Начиная от первого решения, когда ты просыпаешься, какие слова ты себе скажешь. Это первое решение. То есть религиозный человек должен сказать себе. Дальше религиозный человек. Он должен выбрать, то есть какие мысли ему лезут в голову, неважно. Он должен выбрать мысль, что вот сейчас, там в Шелхонорухе написано Идгабер Теарье. То есть усилиться как лев, выполняя волю Отца Небесного, Бога. Значит, он должен тогда, открыл глаза, хочется ему вставать, не хочется, он должен для Идгабер Теарье. Он должен как лев усилиться. Скочить, сделать не телать едаем, омовение рук положенным способом, сказать благословение, одеть талит, катан, сыцит. И, значит, схватить филин и бежать, бежать в синагогу молиться. Дальше молитва это полностью регламентированная история, в которой он выполняет множество действий с каваной. С каваной это с внутренним намерением. Он благословляет только во время, вот с утра, пока за первый час, он произносит где-то за первый час не менее 50 благословений, благословляет Всевышнего. Читает псалмы, восхваляющие Всевышнего. То есть это его обязанность, он это делает. Потом дальше. Дальше у него решение, что покушать на завтрак. Здоровую пищу или нездоровую. Много или мало. Делать упражнения или не делать. Ехать на лифте или не ехать. Сразу идти работать или вначале поучиться. И так далее, и так далее. То есть жизнь человека состоит из множества решений. И обычно человек эти решения, он их не принимает. У него это идет на автомате. То есть что всплыло, то всплыло. Что пришло, то пришло. Итогом является та жизнь, в которой живет человек. И у большинства людей эта жизнь очень запутанная. Запутанная и перепутанная. И в итоге человек приходит к какому-то крупному решению. И он не знает, что делать. Потому что его сотни маленьких решений привели его уже к пропасти. Можно так сказать. Теперь дальше. Но если ты все решения принимал по Торе. То когда ты пойдешь, то твой шаг не будет стеснен. То есть ты идешь, у тебя одна идея. Что говорит Шелхонорух и как мне это выполнить. Все. А потом, когда ты побежишь, у тебя все будет хорошо. Вот у меня сейчас был интересный случай. За 5 минут до урока мне написал один человек. Там очень важный, очень важный у нас с ним проект совместный. И очень этот человек такой прямо очень известный, богатый, мощный, сильный. То есть реально очень влиятельный. Я ему очень тяжело с ним связываться. В плане, что он то выходит на связь, то не выходит, то... Ну то есть очень такое непростое в общении, в коммуникации. И тут я, значит, ему пишу. А, там целая задействована группа помощников, моих, его помощников. Ему пишет помощник, не могу никак, вопрос, ну вот просто не двигается. То есть он, тот дал своего помощника, этот мой помощник. И они, ну никак они не стыкуются и все. И он мне пишет, что мне делать. Я этому пересылаю там те три вопроса, которые надо решить. Пересылаю. И тут же он в ту же секунду шлет ответ. Давай, говорит, я набираю, я готов обсуждать. Я сижу, думаю, у меня осталось 4 минуты до урока. Вот что он мне сейчас делает? А вопросы, ну такие серьезные, сложные, ответственные. И тут я думаю, мы же учили в Мишле, правильно? Мы учили Птах Эля Шем Беколь Ли Беха, положись на Бога всем своим сердцем. Валь Бенат Хааль Тишей, на свою сообразительность не полагайся. Значит, у меня есть 4 минуты до урока, я делаю вещи правильные, все по Торе, все по Торе. Все, я ему звоню, привет, привет, значит, первый вопрос. Так, так и так. Второй вопрос, так, так и так. Третий вопрос, так, так и так. Все, поехали, спасибо, до свидания. Урок, все. Написано как, что если ты идешь по Торе, когда ты будешь идти просто, вначале ты должен идти, тогда не будет стеснен твой шаг. А когда ты вдруг побежишь, вдруг тебе надо большие прыжки делать, там разогнаться и так далее, у тебя все тоже будет получиться, не споткнешься. То есть, человек, который идет не по Торе, он и в маленьких шажочках, он все время спотыкается. А если он разгонится, так он сломается вообще. Понятная идея. Вот это 12 отрывок, 12 отрывок из Мишли. Теперь, в жизни то же самое. Вот я написал, потому что в жизни, когда человек, например, решает заняться спортом, то вначале он должен просто заниматься, делать маленькие-маленькие действия правильно. Потом, если вдруг он сделает какую-то большую тренировку, он не сломается. Но если он делает маленькие неправильно или вообще их не делает движения, тогда если он разгонится, он сломается. Понятная идея, да? Теперь, 13 отрывок. 13 отрывок, значит, написано так. Ахазек бамусар альтерефницре ти и хаеха. Значит, держись на оставление, то есть усилься вот в этом мусаре. Что такое мусар? Мы уже учили. Наставление – это есть вещи, которые, в принципе, вся тора направлена против внутреннего животного. Да, есть у каждого из нас внутреннее животное. Такое млекопитающее, которое хочет жрать все, что попадется под руку. И делать то, что хочется. Да, вот то, что именно куда поперла эмоция – это хочу, это не хочу, это хочу, это не хочу. Если человек живет по вот этим вот хочу-не хочу, а не по правилам, то жизнь его будет хаотичная и непредсказуемая. Теперь, ну если жить по торе, то тора – это система, которая обеспечивает тебе гарантированно вечную жизнь, рай. И в этом мире оно обеспечивает тебе стабильность, понятность и синхронность всего, что ты делаешь. Теперь, значит, ну что, но внутреннее животное все время расшатывает систему. Это хочу, это не хочу. Утром надо проснуться, а я не хочу утром просыпаться рано. Или надо сразу идти молиться, а я хочу не молиться, а дальше спать или кушать или еще что-то делать. Теперь, значит, говорит нам царь Соломон, держись, именно его надо держаться, этого наставления. То есть это нужно применять силу. Как сказано, что Ингабер Теария, утром ты должен усилиться как лев. То есть делать прям войну против вот этого своего ленивого внутреннего человека. И Альтер-Эф не оставлять, хранить ее, потому что она жизнь твоя. То есть нужно при этом понимать, выбор очень простой. Как Бог сказал вот в Торе конкретно, Он говорит, я даю перед тобой сегодня добро и зло, жизнь и смерть. Выбери жизнь. То есть духовное развитие, путь Торы это жизнь. Это конкретная жизнь. И хотя ты, это как идти на гору, это как куда-то лезть, стремиться, это тяжело. Но как бы на второй чаше весов это смерть. Вот и выбираем. Выбираешь или то, или это. Все. И еще раз царь Соломон здесь нам дает, дает нам ту идею, которую потом, потом выразил очень хорошо миллиардер Рей Далио. No pain, он сказал no gain. Нету боли, нету прибыли. Нету преодоления, нет достижения. Ничего в этом мире не дается просто так. Ничего не дается просто так. То есть всегда нужно преодолевать вот это свое внутреннее животное ради рационального подхода. Но если в жизни рациональный подход обычно придумали тоже какие-то животные, то есть имеется в виду, что все рациональные схемы, которые предлагает мир, их придумали люди, которые обслуживали свои какие-то эмоциональные интересы. То у нас есть выбор, или Тора, или служить людям. Или ты служишь Богу, или ты служишь своему желанию, своему внутреннему вот этому хочу, которое сегодня хочу, завтра не хочу, и оно обычно человека ведет в пропасть. Все, делаем вывод, давайте делаем вывод, что надо выстроить себя на маленьких шажочках, маленькие преодоления себя, начиная с момента пробуждения. Муде они, и дальше пошел благословение, благословение. То есть нужно выстроить правильно свою жизнь. Кто правильно выстраивает свое утро, то дальше он может разгоняться, и он не споткнется. Кто не может выстроить свою жизнь в мелочах, в правильных мелочах, то если он разгонится, то он развалится. Понятно, да? Все, это мой вывод сегодняшний. Поэтому нужно в мелочах, вот поэтому Тора придает такое значение мелочам, и поэтому бояться, например, в Израиле, вот эти все хасиды, меня тоже дико удивляет, почему они ходят в штраймалах. Это старо, это некрасиво, для меня это дико. Зачем эти штраймалы, эти носочки, эти халатики, да? То есть сейчас же уже мир выглядит по-другому. А хасиды, они знают, что если он сейчас какой-то элемент системы вытащит, вся система рухнет. То есть у него есть некая система, которая держится. И он если вытащить сейчас из нее, тут штраймал, тут пуговичку одну отпорит, тут утром не встанет. Одна вещь, которую ты вытаскиваешь из автомобиля, вот стоит у тебя Мерседес, ты думаешь, что ну гаечка это мне не нравится на колесе, одну гайку я сейчас откручу, или там ну вот просто сниму эту гайку я, да? Все, на скорости 200 км в час колесо отваривается, машина разрушается. То есть любой элемент торы, он важен. Как сказал нам, мы учили Кертьевод, как сказал Рабиуда Наси, Авы Заирбы Митсва Калак Эбахамура, будь осторожен в легкой заповеди, как в тяжелой. Тенатайдэ Матан Схаран Шель Митсвот, что ты не знаешь награду за заповеди. Из-за вот этих вот мелочей, казалось бы, эти мелочи, они выстраивают все остальное. Все, дорогие друзья, удачи, успехов, всем прекрасного дня. Ханути, веселой, светлой Ханути, чтобы свет торы освещал вашу жизнь, и чтобы было внутри, главное внутри, чтобы было все хорошо. Все, удачи, успехов.